1868 год. Прогресс не остановить. Французский геолог Луил Арте обнаруживает скелеты кроманьонцев. США принимают 14-ю поправку Конституции, делающую всех американцев равноправными гражданами страны, включая бывших черных рабов. В британском альмонахе круглый год впервые выходит роман Уилки Коллинза «Лунный камень». Профессор Дмитрий Менделеев начинает писать свой учебник по химии. И видит во сне таблицу элементов. А в Японии 15-летний император Муцухита начинает революцию против собственных феодалов. Потому что до середины XIX века Япония была феодальной страной под управлением главного военачальника Сигуна. Сигун командовал феодальными правителями областей Даймё. Император имел чисто декоративную роль, как в наше время британские короли. И вся страна дружно делала вид, что на дворе не кончился XIV век. Но в конце концов Сигунат начал трещать по швам. Молодые отпрыски самурайских кланов, а также те кланы, которые не преуспели при этом режиме, решают поддержать юного императора и восстановить в стране нормальную монархию, желательно конституционную, а заодно вылезти из Средневековья. Начинается японская буржуазная революция, или иначе война Басин, война года дракона. К концу года становится ясно, что Сигунату крышка. Столица Эда была захвачена, последние Сигун взят в плен, и остатки верных ему сил были оттеснены на север, в горы Айзу. Их главный город был сожжен, и последние сторонники Сигуната осуждены в замке Цуруга. Но они не собирались сдаваться. Они были уверены, что их крепость несокрушима. И также несокрушима была их верность павшему правителю. Однако императорские войска быстро продемонстрировали преимущество артиллерии XIX века перед самурайской доблестью. Они закатили на соседние горы современные длинноствольные пушки и начали бомбардировать замок разрывными ядрами. Представляете такое типичное ядро из мультиков про пиратов? Чугунная сфера, начиненная порохом, а в нее вставляется фитиль. Поджигается, после чего это ядро выстреливалось из пушки и летело по месту назначения. Там оно пробивало борта кораблей, стены строений, оказывалось внутри и через несколько секунд со страшной силой разрывалось в клочки, превращаясь в шапнель и причиняя колоссальный ущерб. И стандартом тогдашней оборонительной тактики было постараться вытушить фитиль прилетевшей бомбы до того, как она взорвется. Что, как вы догадываетесь, было чрезвычайно опасно, но какие альтернативы? И в крепости Цурога этим занимались женщины и дети. И когда я говорю дети, я имею в виду преимущественно девочки, потому что мальчики считались, в общем-то, мужчинами, и несколько сот мальчишек-подростков буквально в начале осады совершили знаменитые коллективные сепоку. И вот в этой крепости среди оставшихся защитников бегала с мокрыми одеялами за бомбами одна восьмилетняя девочка. Она должна была накидывать одеяло на прилетающие разрывные ядра, пока они не взорвались. Кошмар какой-то. Ее звали Сакика Ямакава, и она станет героиней нашего сегодняшнего рассказа. При рождении ее назвали Сакико – цветочек. Она родилась 24 февраля 1860 года в семье правителя региона Айзу. Как настоящая дочь самурая она получила надлежащее домашнее образование, где главными дисциплинами были этикет и послушание, заповеданные в японском домострое Оно Дайгаку. Кстати, в комментариях к моему рассказу о разводе мне совершенно справедливо указали, что я ни словом не упомянула, к примеру, традиционные принципы развода в Японии. Ну вот, в Оно Дайгаку написано, что муж может развестись с женой по следующим причинам. Непослушание родственникам мужа, бесплодие, если она при этом не позволяет мужу усыновить ребенка на ложнице, непристойное поведение, ревность, проказа, болтливость и компульсивное воровство. Когда началась осада их замка, Сакика вместе с другими шестью сотнями женщин и детей тушила снаряды, помогала готовить еду, чистить ружья и ухаживать за ранеными. Однажды, во время артобстрела, мать послала ее с другими девочками на глазах у осаждающих запускать в небо воздушные змеи, чтобы продемонстрировать, насколько им наплевать и как они не боятся врагов. Но, несмотря на весь этот героизм, после месяца осады замок сдался. И Сакика с ее матерью и сестрами были отправлены в лагерь для военнопленных, а потом на перевоспитание в деревню заниматься фермерством. Они там все чуть не умерли от лишений, и Сакика разбрасывала по полям навоз и собирала ракушки, чтобы не умереть с голоду. Но в 1871 году, когда ей было 11 лет, ее судьба резко переменилась. В том году, по совету одного голландского миссионера, рассказавшего японцам о великом посольстве Петра I, из Японии выдвигается так называемая миссия Ивакуры. У миссии была грандиозная цель объехать весь цивилизованный мир, изучить современный опыт западных стран во всех областях, от промышленности до организации народного образования, а по ходу еще и изменить позицию Японии на международной арене. В Европу прорубить окно, так сказать, и в Северную Америку. Помимо сотрудников миссии, к экспедиции присоединились несколько представителей от японской молодежи, и в их числе пять девочек, которые должны были остаться, учиться в Соединенных Штатах. В течение последующих десяти лет они должны были впитывать в себя все лучшее, что могло предоставить западное образование, чтобы потом вернуться в Японию и распространять эти знания у себя на родине в соответствии с новой идеологией, озаглавленной «Хорошая жена, мудрая мать». Эта доктрина говорила, что женщина в юности должна развивать свои морально-интеллектуальные навыки, чтобы потом она могла вырастить сильных и умных сыновей на благо нации. Все пять девочек были из хороших самурайских семей. Не думаю, что вас очень удивлю, если скажу, что ни одна из приличных семей не горела желанием отпустить свою дочурку на 10 лет к Гайдзинам, несмотря на новый курс правительства, прогресс и солидную государственную стипендию. Поэтому так получилось, что с посольством отправились исключительно дочери побежденных, которые проиграли в войне Басин. И в их числе была Сакика Ямакава. И чтобы продемонстрировать, с каким энтузиазмом семьи отпускали дочерей учиться по обмену в первый раз в истории «Страна восходящего солнца», достаточно сказать, что на прощание мать сменила имя дочери Сакика, цветок, на Сутимасу. И по поводу этого имени до сих пор ведутся споры. Что она имела в виду? Потому что в этом имени можно услышать, как корень покидать или отдавать. Или, может быть, это имя содержало в себе надежду, и оно происходило от корня сосна. Дерево, которое может расти и благоденствовать в самых тяжелых условиях. Сначала посольство отправилось в Америку. И после тяжелого и долгого путешествия через зимние бури и шторма, они наконец-то добрались до Сан-Франциско 15 января 1872 года. Девочки провели две недели в отеле, практически не выходя наружу, что не помешало местным газетам устроить большую шумиху и окрестить их японскими принцессами, прибывшими с визитом в США. После чего вся миссия отправилась в месячный тур на поезде, который в конце концов закончился в столице Вашингтоне 29 февраля. Там пять девочек оставили под опекой первого посла Японии в США, разместили в отдельном доме и приставили к ним гувернантку, которая учила их английскому языку и фортепиано. В октябре их разделили. Две девочки почему-то вернулись в Японию, а остальных отправили продолжать свое образование. И наша героиня оказалась в доме преподобного Ленарда Бейкона, проповедника и профессора Ельского университета. В этой семье Сутимасу, как мы помним теперь ее звали, проведет следующие 10 лет. Она очень сдружится с младшей дочерью хозяина Алисой и примет христианство. Вместе с Алисой она сначала будет посещать частную школу для девочек, а в 1877 Сутимасу поступит в колледж Вассара, один из первых и один из самых прославленных частных университетов в США. В те годы Вассар был еще чисто женским колледжем. Исторически Вассар был как бы сестринским отделением Еля, куда, соответственно, принимали только юношей. Уже в 20 веке их хотели слить в один университет, но потом решили просто вести совместное обучение в обоих заведениях. Но и в 19 веке там давали девушкам образование на уровне. И там можно было получить диплом бакалавра. Магистратуры и докторантуры там не было. Когда Сутимасу начнет учиться в Вассаре и ей к величайшему сожалению придется расстаться с Алисой Бейкон, потому что родители Алисы не могли себе позволить отправить дочь в колледж. Образование Сутимасу оплачивало правительство Японии. Они также выдавали ей немалую стипендию. Зато там она воссоединится с другой девочкой, которая приехала вместе с ней из Японии с Сигенагай. И эти двое станут первыми небелыми студентками Вассара и первыми японками, которые вообще когда-либо обучались в колледже. Сигенагай училась на факультете музыки, и потом она станет первой преподавательницей фортепиано и вообще западной музыки в Японии. А Сутимасу Ямакава закончит полный четырехлетний курс бакалавриата. В Вассаре Сутимасу изучала языки, математику, естествознание, литературу, историю, философию, а также хорошо научилась играть в шахматы и в вист, что, как мы знаем, из романа «Вокруг света 80 дней» было обязательной частью образования викторианской дамы. По воспоминаниям одноклассниц, она была сдержанной и амбициозной, как полагается, настоящей дочери самурая, но при этом заслужила любовь и уважение других девушек, и однажды она была выбрана президентом своего класса. Мисс Ямакава защитит бакалаврскую диссертацию в июне 1882-го. Темой ее диссертационной работы будет «Политика Британии по отношению к Японии». И после выпуска она не сразу вернется в Японию, а еще два месяца будет изучать медицину и станет довольно квалифицированной медсестрой. То есть она была фактически универсально образована, эдакая концентрированная капсула западного образования, которая должна была распространить на всю Японию благо современных знаний и достижений цивилизации. Но не тут-то было. Я уверена, что 22-летняя Сутемасу вернулась на родину полной уверенности в себе и планов на будущее. Она выполнила миссию, возложенную на нее императором на 100% и могла заслуженно гордиться собой. Она, правда, понабралась на западе разных идей. К примеру, заявляла, что никогда не выйдет замуж, потому что она теперь ровня мужчинам и может сама себя обеспечивать и строить карьеру. Но тут скрылись некоторые проблемы. Сутемасу попыталась получить пост в правительстве или в сфере народного образования, но обнаружилось, что, получая блестящее западное образование, она допустила одно небольшое упущение, не научилась как следует читать и писать по-японски, что серьезно подкосило ее карьерные возможности, особенно в образовательной сфере. Помаявшись некоторое время и так и не найдя работу, Сутемасу признается в письме Кэлис Бейкон, с которой она постоянно поддерживала связь, что, вероятно, ей придется все-таки пойти на попятный под давлением семьи и традиций и выйти замуж ради денег и положения. Ей, между прочим, постоянно делают предложения весьма завидные женихи. И она решает рассмотреть всерьез одно из этих предложений. Самое, надо сказать, перспективное. Это предложение исходило от очень богатого и чрезвычайно влиятельного генерала по имени Ивао Аяма. Ему к этому моменту было уже 40 лет. Он был вдовцом и у него было три дочки от предыдущего брака. Он был не молод и не красавец, но зато генерал Аяма был хорошо образован, либерален, провел некоторое время в Европе, говорил по-французски, и искал себе современную и космополитичную жену. Проблема с ним была в том, что во времена последней гражданской войны он служил на стороне победителей и, будучи тогда молодым артиллеристом, в прямом смысле слова лично обстреливал замок Цурруга. То есть наша героиня в восьмилетнем возрасте тушила там мокрыми одеялами снаряды, которые он туда посылал. Поэтому братья Сутемасу были не просто против, они были шокированы тем, что Аяма вообще посмел сделать предложение их сестре. Но, как вы поняли, Сутемасу была уже достаточно испорчена западным воспитанием, чтобы иметь собственное мнение. И в конце 1883-го она выходит замуж за Имао Аяма и становится госпожой Аяма. Когда в 1884-м году выйдет закон, сливавший бывших феодалов и придворную знать в одну аристократическую пирамиду, построенную по образцу британской, они станут графом и графиней Аяма. После Первой Японо-Китайской войны ее муж получил повышение, и они стали маркизом и маркизой Аяма. А по окончанию войны с Россией, в которой генерал Аяма отлично себя проявил, он получил титул герцога. И Сутимасу наконец-то на самом деле становится принцессой, как величали ее американские газеты, когда она еще девчонкой впервые прибыла в Сан-Франциско. Несмотря на то, что она вышла замуж по расчету, это оказался на удивление хороший счастливый брак. Они с мужем уважали друг друга, жили душа в душу, и у них было четверо детей, две девочки и два мальчика. Блестящее положение мужа и ее собственное блестящее образование сделали принцессу Сутимасу одной из центральных фигур общества Рокумайкан. Рокумайкан, банкетный дом, был центром и символом вестернизации Японии в период Мэйдзи. Построенный в 1883 году по заказу министра иностранных дел для размещения иностранных гостей, Рокумайкан прославился своими вечеринками и балами, которые впервые познакомили многих высокопоставленных японцев с западным стилем жизни. Этот эффектный современный пятизвездочный отель должен был продемонстрировать посещающим Японию иностранцам, что страна восходящего солнца не лаптем щи хлебает. Ну, то есть не гэта мисах хлебает. В Рокумайкане устраивались изысканные банкеты с меню написанными на французском языке. В бальном зале японские джентльмены во фраках пошитых на севильроу танцевали вальс, польку, кадрили мазурку с японскими дамами с затянутыми в корсеты и наряженными по последней парижской моде. Им обкомпонировали на фортепиано, а не на семисене. Результаты этих усилий были неоднозначными. Многие иностранцы совершенно не оценили японских стараний привить на себя западную культуру и осмеяли их как безвкусную имитацию. Европейцы сами очарованные японской культурой не понимали, почему японцы меняют свои изысканные экзотические обычаи и наряды на заимствованные и с их точки зрения банальные и пошлые. Один французский писатель-путешественник сравнил Рокумейкан с посредственным казино во французском курортном городке, а бал в европейском стиле с обезьянним шоу. Но в те годы японцы были настолько же очарованы западной культурой, насколько артистический Запад был очарован Японией. Все западное считалось знаком элитарности, богатства и хорошего вкуса. С 1866 по 1870 была публикована серия книг «Одежда, еда и жилища Запада», составленная по результатам наблюдений первой сёгунской делегации, посетившей США и Европу. И японская элита рьяно взялась за перестройку своего быта на европейский манер. Привычка приобреталась постепенно и не без конфузов. Особенно привыкнуть к современной одежде было трудно. Поначалу при дворе можно было встретить мужчин в кимоно и при этом в европейских шляпах и ботинках. Или шарфы, неведомые до этого Японии вид одежды, вошли в одно время в большую моду, и в какой-то момент японцы начали носить на плечах белые импортные полотенца, думая, что это нарядные шарфы, и очень сконфузились, обнаружив, что ими полагается вытирать руки. То есть, я уверена, ехидным европейцам поначалу было над чем посмеяться. Но постепенно всех госслужащих и студентов обязали носить одежду западного образца и остричь волосы по европейскому стилю, как при Петре I обрили бороды. В первую очередь новшества коснулись мужчин, женщины в большинстве своем оставались куда более консервативными. Быстрее всего западное платье переняли гейши, но и для них это было скорее забавный маскарадный костюм. Однако, после того, как в 1886 году императрица перешла на западную одежду, все принцессы, жены чиновников и фрейлины стали обязаны носить при дворе корсеты тюрнюры. Дома же и в неофициальной обстановке все японцы и мужчины и женщины дружно переодевались в традиционную одежду и облегченно вздыхали. Традиционалисты, разумеется, считали, что ни к чему, кроме как деградации и потери семейных ценностей все эти заигрывания с западом не приведут. И культурное столкновение нанесло удар по семье Сутемасу со стороны, которую никто не ожидал. Сутемасу в те годы была не просто женой видного мужа. Она стала фактически официальным специалистом по западной культуре при японском дворе. У нее даже был специальный титул советница по вестернизации императорского двора. Она не только способствовала организации школ для девушек из благородных семей, Сутемасу также наставляла других высокопоставленных японок волонтерить в госпиталях. Благо, войн хватало. И ввела в обиход благотворительные занятия, к которым мы привыкли. Знаете, когда дамы щиплют корпию и посещают раненых и даже работают медсестрами-доброволками. Такая деятельность была совершенно нетипична для традиционных японских дам. Как вы понимаете, во времена матери Сутемасу жены самураев или сидели на своей стороне дома, не высовывая носа, или уж брались за лук и на генату, если враг подходил к самым воротам. А Сутемасу еще и провела первый в истории Японии благотворительный базар для сбора средств для нового госпиталя в Токио. Несмотря на скептицизм, который выражала пресса, базар был финансово успешен, собрал много денег и стал ежегодным мероприятием. Вся эта ее активная светская жизнь и постоянные контакты с представителями западных стран вызвали в конце концов недовольство традиционалистки настроенных кругов. Про нее стали писать гадости в прессе, а в начале 1898 вышел роман, который стремительно становится в Японии бестселлером и совершенно испортит репутацию госпожи Аяма. Этот роман был основан, как сейчас говорят, на реальных событиях, а именно на трагедии, случившейся в семье герцога Аямы. Потому что, уверяю вас, сплетни жизни знаменитостей были в ходу задолго до появления социальных сетей. Кинжиро Токутоми в своей книге «Кукушка» рассказал всему грамотному японскому населению о судьбе одной из дочерей Аямы от первого брака. Набука Аяма вышла замуж по большой любви. Но очень скоро она тяжело заболела туберкулезом. И ее свекровь настояла на том, чтобы муж развелся с Набука, потому что она была слишком слаба, чтобы стать матерью сильных внуков. В результате этот брак был расторгнут, и Набука была отправлена в дом родителей в Токио, где они построили для нее специальное крыло в своей резиденции и изолировали ее там, чтобы предотвратить распространение инфекции на остальных детей в семье. До этого места все в романе соответствует реальным событиям. Но после этого Сутемасу, мачеха Набука, стала жертвой злых сплетен, что она якобы заперла свою пачерицу в изоляции, потому что она ее не любила и желала ей смерти. Между прочим, идея о том, что туберкулез это заразная болезнь, на тот момент была новой и ее разделяли только самые образованные люди и не только в Японии. Остальной народ легко поверил в то, что две злобные матери семейств, свекровь и мачеха, обрекли бедную несчастную молодую женщину на скорую смерть. А поскольку та действительно довольно быстро умерла в возрасте 20 лет, все так и поняли, что ее уморили или, по крайней мере, бросили умирать безо всякого ухода и заботы. Злая мачеха, ни в грош не ставящая истинную духовность. Практически, наверняка, этот слух не был основан ни на чем. Девушка действительно была серьезно больна, и туберкулез в те годы был объективно смертельной болезнью. Но эта книга стала настоящим национальным бестселлер, преимущественно потому, что она очень сильно напирала на страдания невинной героини и содержала много душераздирающих слезливых сцен, что соответствовало тогдашней моде и в целом настроению японской культуры, склонной к любованию трагедиями и страданиями. Вся эта нелицеприятная слава заставила принцессу отстраниться от общественной жизни и уйти в тень. Она удалилась в дом одного из своих сыновей, где и прожила остаток своей не очень-то долгой жизни. Когда в 1918 году началась эпидемия испанки, Сутимасу отправила свою семью в деревню, но сама осталась в Токио, потому что ей нужно было заниматься ее новым детищем, женской школой английского языка, которую организовала ее товарка по путешествию в Америку Суда Омэко. И где преподавала ее подруга Алиса Бейкон, приехавшая к ней в Японию? В феврале 1918 года Сутимасу заразилась гриппом, и как многие тогда, так и не смогла поправиться. Она скончалась от пневмонии в феврале 1919 года, став одной из 500 миллионов жертв испанки по всему миру. А женская школа английского языка в Токио, которую она опекала с риском для жизни, превратилась в университет Суда, японский вассар, самый престижный частный женский колледж в Японии. И это была история первой японки, окончившей колледж и попытавшейся распространить свет западной науки на родных островах. Принцессы из лагеря для военнопленных. На сегодня у меня все. Не забудьте поставить лайк, если вам понравился этот рассказ. Всего вам доброго, до новых встреч. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории культуры и особенно истории без культуры, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Патреон принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки, а на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог. Вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok